Половина девятого утра, а у центрального входа школы номер четыре уже многолюдно. С разных сторон образовательного учреждения то и дело подходят школьники с букетами цветов. Первый раз, первый класс. Сегодня эти слова прозвучат для тех ребятишек, которые впервые переступят порог школы. А их в этом году на удивление много. 81 человек. А вот и один из них, Арсений Улатов. С сегодняшнего дня мальчик ждал с нетерпением, и тому есть вполне разумное объяснение. Потому что там весело. Можно встретить много друзей новых. Сегодня волнуются не только дети, но и их родители. К примеру, Светлана Викторовна, мама Арсения, несмотря на большой опыт общения с детьми, все же испытывает некоторое беспокойство. Я очень волнуюсь за меня. Это очень ответственный шаг, конечно. Но устроение прекрасное. У нас все педагоги прекрасные. Но так получилось, кого-то нужно было выбирать. Да что говорить про родителей детей, если даже педагоги с 40-летним стажем всякий раз с 1 сентября испытывают и радость, и волнение одновременно. За плечами Валентины Аркадьевны Чебаковой 38 лет трудовой деятельности. За четыре десятка лет она выпустила немало учеников. Многим из них уже за 40. Последние годы, говорит Валентина Аркадьевна, количество первоклашек увеличивается. Впрочем, как и число первых классов. И этот факт не может не радовать. У нас было по три класса, а сейчас второй год четыре. Так всегда я жду чего-то хорошего. Всегда от волнения. Так же, как будто первый раз я переступила в порог школы, как сама, как ученица, как учитель. Я надеюсь, хорошие, добрые. А что вы хотели пожелать сегодня, вот в первых сентября? Ну, я бы всем хотела пожелать самое главное здоровья, чтобы дети не болели, всегда ходили в школу, ходили в школу с радостью. Самое главное, тогда придет успех. Арсений Уланов сегодня тоже в числе первоклассников. И по счастливой случайности он будет обучаться именно у Валентины Аркадьевны Чебаковой. Я хочу учиться в школе и получать хорошие знания. Но сегодняшняя первая торжественная линейка не только по случаю первоклассников. По традиции, вместе с юными школьниками на ней присутствуют учащиеся девятых и одиннадцатых классов. Наподственные слова звучат и в их адрес. Уважаемые девятые классы, самая многочисленная параллель нашей школы, 109 учащихся. Вы заканчиваете в этом учебном году основную школу. Впереди первые экзамены. И я вам желаю, чтобы у вас были оценки только 4 и 5. Чтобы на следующий год у нас было минимум 3 десятых класса. Уважаемые одиннадцатые классы, вы самые старшие, вы самые взрослые в школе. От того, как вы себя поведете, какую атмосферу заложите здесь взаимоотношений между учениками, зависит многое. Поэтому я вам желаю, прежде всего, успешно сдать ЕГЭ к концу одиннадцатого класса и править школой так, чтобы всем было хорошо. С первого по одиннадцатый класс. С праздником вас всех! Ну а какой же праздник без поздравлений и подарков в числе гостей, как всегда, представителей администрации города, думы и, конечно же, шефы. В очередной раз четвертая школа распахнула свои двери первого сентября. Распахнула, чтобы принять очередных первоклассников. Чтобы стать для них родным домом на эти ближайшие 11 лет. Как она была родным домом для сегодняшних одиннадцатиклассников. В этот день я хочу пожелать от себя, от всего депутатского корпуса успехов, успехов в учебе ребятам, в добрый путь и терпения учителям и родителям. С праздником первого сентября! Хочется пожелать в этот праздничный день родителям успешных и заботливых детей, педагогам терпения. Ну а мы, шефы, со своей стороны постараемся, чтобы в этой школе вам училось максимально комфортно. Ну и, как водится, в праздничные дни дарятся подарки. Поэтому мы сегодня дарим этот мультимедийный проект. Но это еще не все. В качестве бонуса отдельно Болинской технический сервис дарит 4-й школе набор футбольных мячей. Да и школьники к 1 сентября подготовились основательно. Для начала свой музыкальный подарок продемонстрировали старшеклассники, а после уступили дорогу нынешним первоклассникам. И те, и другие были на высоте. Позади остался садик. Беззаботные деньки. Завтра первые оценки мы получим в дневнике. Я еще вчера в портфель уложил тетрадки и в финал карандаши вставил по порядку. И вот уже финал сегодняшнего торжественного мероприятия. Под звон колокольчика первоклассники в сопровождении нынешних выпускников проходят в школу. Впереди у всех первый учебный день. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.